Привет! Сегодня в России две новости. Первая — это похороны пропагандиста Паскудова, которого сначала ранил украинский дрон, а потом его забыли эвакуировать, и он неожиданно умер. А вторая новость — это, конечно же, массированный удар российскими шахедами по Украине. В первую очередь они хотели, конечно, испортить жизнь именно сегодня в Киеве, но ничего не удалось. То есть последний салют для Паскудова не засчитан. Почему? Потому что из 75 дронов 74 мы сбили, плюс ракета. А это хорошая новость, есть и плохая новость. Значит, что зимний сезон обстрелов они по факту сегодня объявили открытым. И возникает вопрос, что же нам делать в данной ситуации? Но у меня есть предположение. Только хотим мира, потому что больше всего страдает народ, мы страдаем. Поэтому мира, мира и только мира. Эти бабушки-божий одуванчик с большой вероятностью являются путиноидами обыкновенными. Почему? Потому что у них специфическое желание мира. Между Финляндией и Россией. Настанет момент, когда бабушки, дедушки и другие жители Российской Федерации будут умолять маньяка прекратить войну с Украиной. Они будут молить о мире с Украиной. Для этого, конечно же, нужно постараться. И давайте-ка разберемся о критериях войны. Потому что вот включишь российский телевизор, то там у них все хорошо. Но появились новые-новые нотки, которые говорят о том, что этот рейх, он настоящий, но он во многом телевизионный. Потому что отправляются на войну, то есть на смерть с Украиной за деньги и желающих стало меньше. Но что это за маски-шоу? Ну кто так показывает пример, как нужно умирать за Путина? Сегодня русская община и северный человек совместно с силовиками из города Реутов провели совместный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства и других преступлений. Братья, мы готовы всегда в любое время помогать нашим правоохранительным органам. Мы за сильную, справедливую и честную Россию. Сильная, справедливая Россия, ну то есть фактически Россия будущего, это когда российские нацисты смотрят телевизор, кайфуют, а войны имперские ведут инородцы. В данном случае, кого они ищут? Мигрантов, которые только получили российское гражданство или собираются получить. Они должны заслужить это кровью, то есть кровью сбрызнуть российский паспорт. Мне эта мысль на самом-то деле нравится, насчет крови российского паспорта. Согласны подписывайтесь на мой YouTube канал, называем вещи здесь своими именами. Значит, как тут, тем временем система ПВО Украины показала, что вызов принят, и далее нужно ждать ответку. Вопрос, где и как. Я думаю, что способ убедить народонаселение в том, что брать чужое это плохо, есть. Что для этого нужно делать? Бомбить? Атаковать российские энергообъекты. Ну а на каком этапе сейчас война, нам поможет разобраться один товарищ из Санкт-Петербурга. Там у них действуют правила дворов. Нужно быть первым. Я режиссер Владимир Бург. Я из Петербурга. Режиссер, это слишком громко сказано, может быть, когда-то в прошлом, а теперь это путиноид, обыкновенный, российский нацист обыкновенный. И вот этот вот российский нацист решил поделиться своим ценным мнением о том, как же победить Украину и на каком этапе все находится. Чтобы Бортко и все остальные поумнели, нужно что? Нужно вот это. Надо заметить, что Украина старается. И как-то напала на Санкт-Петербург, видимо, и там за последние 60 лет было всего 42 минуты солнца. Понимаете? Ну как-то смогли все-таки. Что-то они могут. Но главное не это. Главное то, что война не закончена. Это первое. Второе. Это то, что Украина атакует Российскую Федерацию. Ну если посмотреть на размеры государств, то получается, что у них там, ну да, конечно, шахеда не научились делать с помощью иранских аэтол. Но это не заглок победы. И сегодняшняя ночь это показала. Так вот, товарищ Бортко рассказывает нам, на каком сейчас этапе находится Россия. И вообще-то попахивает зрать данькой, предательством и северным сиянием. Разговоры о завершении конфликта, намеки о переговорах между Россией и Украиной, остановке огня и, как минимум, перемирии, все чаще доносятся со стороны Запада. Эти домыслы могут быть вызваны приближающимися выборами президента США. Траты миллиардов на Украину, но никак не способствуют рейтингу Байдена. Это смотря с какой стороны на это посмотреть. Если будут достигнуты военные успехи, аккурат к избирательной кампании, к голосованию, ну, в принципе, в идеале было бы принести, отправить бандеролью, новой почтой, ну, с помощью розетки голову Путина, ну, или хотя бы Шойгу в Белый дом, то, гляди, гляди, и восприятие было бы другим. Это так, к слову, ну, а тема переговоров, да? Значит, еще раз, все политические ток-шоу обсуждают исключительно переговоры о том, что вот Украина хочет, Украина не хочет, Запад хочет, Запад делает все, чтобы война закончилась. Ну, Рамштайн только что состоялся. Комплексы ПВО. Кстати, наши немецкие друзья развернут, кроме Аристи, еще здесь дополнительный комплекс Патриот. А это все тоже деньги. Тут на болотах есть такое мнение, что если Украине поставляют только комплексы ПВО, то, мол, это значит, Запад смирился и готов к переговорам. А может быть так случится, что это только публичная часть? Я вообще не уверен, что нужно в новостях сообщать о том, что поставляют Украине. Всегда должна быть интрига, должен быть сюрприз. А сюрпризы на войне достигаются комплексным подходом. Это когда есть и комплексы ПВО, и, соответственно, дальнобойные ракеты. Ну, и далее по оснащению украинских сухопутных войск. Дроны, патроны, пикапы. Ну, в общем, мы все это прекрасно знаем. В то время как остановленная война может сделать его миротворцем. А если при этом война на Ближнем Востоке закончится, так сказать, в пользу США, то шансы на переизбрание Байдена резко возрастают. Поэтому и появляются разговоры об остановке войны на существующей линии разделения армии. И тут товарищ недорежиссер или режиссер в прошлом решил подвести итоги. А что же получила Раша за два года войны? Ну, важно смотреть на ситуацию в комплексе. Не забывать вот эти кадры. Это же документальное свидетельство того, как ребята взяли Гастомель и Мощун. День добрый, братья и сестры. Нахожусь в городе Кострома. Кладбище. Могилы воинов 331 полка 98 дивизии. Это те парни, которые в 22-м году брали Гастомель, брали Мощун. Боль. Очень большая боль. Это только одна Кострома. Это только один полк. Неимоверные потери по нашим, по афганским меркам. Ну, конечно же, это не все. Вот тут Бортко приходит к выводу, что нужно больше. Но думаю, что и у нас найдется достаточное количество людей, согласных закреплению существующего на карте статус-кво. То есть существующего положения вещей. А что? Мы получаем значительную часть так называемой Украины. У нас есть сухопутный выход в Крым. Под огневым контролем, который будет усиливаться и усиливаться, и дроны будут прилетать, и не только дроны. Тут важно, значит, они контролируют часть Украины. Оказывается, он все прекрасно понимает, что это захватническая война, что это не их территория. Раз это Украина, это не Россия. Значит, кто вы там? Российские оккупанты. Это важно проговорить, особенно для этих товарищей там, в Питере, куда тоже прилетит. Но в Псков же прилетело, а это совсем рядышком. И кроме того, если быть честными, стоимость вернувшихся земель измеряется многими и многими миллиардами долларов. Уникальная ископаемая, развитая инфраструктура и вполне подлежащая восстановлению промышленности. А далее что мы слышим? И с инфраструктурой все хорошо. А чья это инфраструктура? Кто это все делал? Чьи золотые ручки? Украинцев. Так, на секундочку. Ну и по поводу разбитой промышленности. Кто это сделал? Ну кто же это мог сделать? В ходе бомбежек украинских городов. А, российские нацисты. Ну, давайте разберемся далее. Мир, перемирие или война? Вполне весомое приобретение. Кроме того, несколько миллионов русских людей ввелись в луна Родины, что крайне необходимо в период острой демопуляции в России. Этот пункт мне очень нравится. Украинцев они не признают в принципе. Это дикие, неправильные русские, которых нужно русифицировать, а тех, кто не согласен, тех нужно уничтожить. Что-то подобное они проводили и в предыдущие исторические периоды. Ну, наверное, таким ярким моментом был Голодомор 1932-1933 года. Но вот эта вот депопуляция России, признание прикольное, да? Это же все произошло под руководством мудрого Владимира Путина, который создал такие условия в самой богатой по ресурсам стране или в одной из самых богатых по ресурсам стране на планете, что вот они вымирают и не хотят рожать. Тут аборты запрещают, разнарядки каждой бабе по, я не знаю, несколько детей. Ну, все-то понятно. Мне просто хочется сказать, что не делают. Вот кадры. Это же украинские подростки с оккупированных территорий. Херсонская область, Запорожская, Донецкая, Луганская. К чему их готовят российские оккупанты? К войне. А это значит, что если кто-то думает в свободной части Украины, что можно так вот, ну ладно, как-то оно будет, как-то оно обойдется. Ничего подобного. Воевать придется в любом случае. Только тех, кого захватывают, потом переплавляют в российских нацистов. Но итог, он один. Он как в Костроме. Ну и самое главное. Перестанут гибнуть люди на фронте. Формально это перемирие можно было бы оформить так же, как произошло в Корее. Собственно, юридически война в Корее не окончена с 50-х годов, а просто прекращена. И сама Корея разделена на северную КНДР и южную. Не уверен, что они люди. Они не люди, которые отправились в Украину на заработки и многие погибли, смотря видео с кладбища в Костроме, а многие еще погибнут. И давайте-ка проведем вот эту вот, ну, причинно-следственную связь. Это вообще-то делать запрещено в России? Ну, слава Богу, Украина это не мордор. Дело в том, что депопуляция и война это одно из, вытекает из другого. И чем больше будет война, тем будет сильнее депопуляция, в том числе и в Украине. Это мы тоже прекрасно понимаем. Корейскую республику разделена на месте остановки фронтов. Так они существуют уже около 70 лет. «Но». Всегда же это «Но». Самое интересное, и российские нацисты это правило всегда подтверждают, после «Но». Что «Но»? Давайте разбираться. Ну, перед этим, конечно же, подпишитесь на мой YouTube-канал, потому что вот сейчас будет самое главное. Выясняется, что они никаких целей, поставленных перед собой, не достигли. Ну, или, можно сказать по-другому, у них отрицательные цели. Я бы пытаюсь рассмотреть слухи о возможности такого завершения специальной военной операции, так сказать, как рядовой житель Российской Федерации использует только те аргументы, которые может оперировать любой гражданин нашей страны. Итак, начнем с цитат президента Путина о причинах начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. То есть президент говорил о защите Донбасса. Выполнена ли на сегодняшний момент эта цель? Нет. Часть Донецкой области под управлением так называемого украинского правительства. И более того, пусть маленькая, но часть Луганской области, увы, под управлением пана Зеленского. Слушайте, нацист нацистам, но не идиот. Знаешь, что никаких ДНР-ЛНР нет? Донецкая область. И да, за два года им таки не удалось ее захватить. Да, пыжутся, да, тысячи солдат гонят на пулеметы, да, в Авдеевке тяжело. Но никаких перспектив глобальных нет. И даже, вот если сейчас будут какие-то подвижки в части того, что вставайте в оборону, на войне это нормально. Есть время наступать, есть время обороняться. И на оборону оружие и боеприпасы Украине поставлять будут. Никуда они не денутся наши западные друзья. Вообще, есть мнение, что на наступление нам придется готовить вооружение самим. Подготовить и отправить. Вспомним, что в Конституции Российской Федерации записано о вхождении в состав Федерации Херсонской и Запорожской областей. Так что, реализованы ли пожелания о деноцификации и демилитаризации Украины? Ответ недвусмысленен. На сегодняшний момент нет. А десятки тысяч российских солдат уже умерли. Показывать кладбище в Костроме я уже не буду. Что там? Кладбище и кладбище. Они сдохли за Родину. Президент говорил о расширении НАТО на Восток. Сейчас они приблизились. Вспомним Финляндию и, возможно, Швеция. Невозможно, а точно. А вопрос сертификации будет завершен. Осталось только две страны. Турция, которая фактически согласие отдала, ну и любитель поиграть публично на кожаной флейте Владимира Путина товарищ Орбан. С ним тоже Запад найдет понимание. Я просто напомню, что расширение НАТО случилось после вторжения Российской Федерации в Украину. А это значит что? О ужас! Мнение по поводу успехов внешней политики оно такое. Простой русский люд врать же не будет. Мы интересуемся у красно-сулинцев чем вы больше обеспокоены? Дорогами такими, которым в состоянии в таком ужасном находятся больницы наши неотстроенные школы или то, что к нашим границам все ближе и ближе подходит НАТО? Наверное НАТО. Наверное НАТО это да. Это должно как-то привыкли жить. Конечно в первую очередь НАТО это самое страшное. Кроме того по слухам предложение об остановке специальной военной операции на существующих военных линиях включает прием самой Украины в НАТО. Разговоры такие есть я к этому отношусь очень скептично но если это когда-то произойдет то произойдет вхождение Украины в НАТО во международно признанных границах. Это не значит что НАТО будет нам помогать отбивать захваченные территории но факты стоят за фактом. Как только украинский солдат что-то отвоевал это сразу территория НАТО. Это все сложно надо смотреть процессы в Европе в целом там людей которые готовы блокировать это более чем достаточно. Еще раз пока идет активная горячая фаза это нереалистично хотелось бы ошибиться но едва ли. Приемлемо ли это для нас? Нет ни в коем случае. Более того образование в наших границах пусть в усеченном виде озлобленной и агрессивной Украины вряд ли будет способствовать долгому миру и спокойной жизни нашей страны. Я смотрю товарищ Бортко из Питера не сильно жалует геополитика из Питера Владимира Путина не до царя ну то есть везде везде промах везде мимо цели не достигнуты а если учесть что тот восставший из ада товарищ в принципе говорит о капкане и ловушке ну была бы какая-то я не знаю альтернативная точка зрения в России за то что он сделал смотри кладбище российское маньяка должны были бы просто предать анафеме разорвать как тузе грелку или как обещает СБУ разорвать крымский мост предстоит небывалая просто кровавая жатва потому что обратно не отыграешь причем ну наш президент пытался как бы эту ситуацию выправить предложить сразу переговорный процесс и предложить зафиксировать какие-то там вещи и на этом остановиться но вопрос же не в этом нельзя было открутить назад ну почему если в какой-то момент ты понимаешь что это ловушка что все не так как говорила разведка что Киев за три дня невозможно неужели нельзя в этот момент а как ну каким образом то есть что надо сделать такое что отыграть обратно вот началась эта история там слишком много всего задействовано что остаться на тех же линиях на которых де-факто и так стояли войска ну знаете что скажу не я принимаю эти решения но вы согласны с тем что это вот по сути дела был капкан который просто вот за эти три дня захлопнулся много таких капканов бывает да капкан захлопнулся теперь будем будем вытянутся вы думаете что если бы например Путин оказался в 22 числе он бы не начал возможно не начал бы какие-то пораженческие настроения ну что это такое капкан на медведя ну конечно же во всем виноваты конфликта как его называют на западе ответ США Соединенным Штатам Америки они получают удобный плацдарм для дальнейшего угроза России в виде обозленной Украины то есть другими словами на сегодняшний день Путин действовал исключительно в геополитических интересах США и вот мы иногда так ну с претензией к нашим партнерам и она обоснована потому что они да нам помогают без этой помощи нам был бы уже кирдык будем тоже откровенны но они не помогают нам в том объеме чтобы выкинуть Российскую Федерацию за границей но это не значит что этого не будет в будущем политика и геополитические интересы очень редко корректируются после смены власти ну это же демократия сегодня одних выбрали завтра других интерес государств не меняется это важно важно понимать как всегда Америка в выигрыше мы оставим это без внимания необходимо помнить также уроки незавершенной Российской Империи Первой Мировой Войны чем кончилось значит вывод для меня во всяком случае додумаю что для большинства граждан Российской Федерации один надо продолжать специальную военную операцию войну надо продолжать как и задумано до победы задумана была специальная военная операция не война поэтому я предлагаю бортко расстрелять ну или как минимум за дискредитацию российской армии посадить а лучше сначала расстрелять или посадить сначала неважно можно сделать и то и другое порядок не имеет в данном случае значения то есть что мы видим значит они тут бьют военный барабан и они будут воевать еще ради мира во всем мире а нам надо просто смотреть по ситуации надо стать в оборону становимся в оборону наступит момент когда там тоже будут изменения не просто так этот недорежиссер вспоминает о Первой мировой войне у нас и залужных вспоминает о Первой мировой войне но с точки зрения военных раскладов а этот о геополитических потому что в результате Первой мировой войны Российская империя дошла до такого уровня что там произошла революция и лидера ну то есть ила того времени расстреляли все как принято в России к чему я это говорю что вот этот Николай Второй которого с семьей грохнули ну то есть с его Алиной того времени его тоже длительное время все облизывали и говорили какой он молодец а потом произошло то что произошло наша же задача помогать армии все для фронта все для перемоги почему потому что Украина была ей будет а далее будет так бориться поборото вам Бог помогает ну и ЗСУ это понятно подписывайтесь на канал лайки репосты до зустыщи чао